Сергей, добрый день. Привет, Руслан. Как дела? Отлично. Приветствуем земляка на нашем канале. Сергей, расскажи историю свою. Я сам с Одессы, семья моя с Одессы. Родом я с соседней страны. У нас есть в Одессе маленькая страна такая, ПМР называется. В Одессе потом приехали, родители привезли в Одессу, я 20 лет в Одессе. У нас украинская семья, мы полностью украинцы все. Просто там родился. В Одессе женился. У меня двое детей и жена. Родители, слава богу, живые. Всю жизнь в бизнесе я был. Школу на двойке закончил, то и в бизнес пошел. Жили мы хорошо. Ту историю, которую расскажу, эта история касается только меня. Это мое личное мнение, это что коснулось только мою семью. Ничего я не выдумываю, это произошло только с нами. Так у нас в жизни, сейчас я буду рассказывать историю, как мы переехали сюда. Это только то, что было у нас. Кто там будет судить, осуждать, это лично их мнение. Долго забегать не будем. Жили в Одессе мы очень хорошо. Сказать, что у нас семья не бедная, мы жили очень хорошо. Я зарабатывал, у меня был бизнес. Ни один бизнес был. С голой жопой мы не жили. Война началась, я был в Киеве. У меня жена позвонила в 5 утра, я не поверил, я сказал, ляш, спать, не буди меня вообще. Сань, что с тобой происходит? Я сам на это не поверил. У меня бизнес с форумом я связан. У меня был один из бизнесов с форумом, у меня контейнер-возы были, 12 машин. Я как раз находился в Киеве. Я прилетел домой, собрал быстро все вещи в доме, что были касаемо детей и жены. Самое дорогое, что в доме было. Собрал в чемоданы и вывез их в маяки, к родственнику в Молдову отправил. А сам вернулся. Ну и буквально за неделю я понял, что, ну все, мы приехали. Очень крепко приехали. Машины у меня подорвали, они оказались в ненужном месте. Люди, очень большие суммы зависли на счетах, потому что мы работали, все по безналу было. Люди уже разъехались. Ответ, в принципе, война закончится, разберемся. Это звучало, как пошел на три боку. Это было сразу понятно. Суммы были очень большие. Единственное, что у меня получилось, по-быстрому я охотник был немного. Продать верному. Продать его, чтобы какие-то деньги обналичиться и втопить. Тенденция была такая. Я звонил там ребятам. Ценники уже были 500, 1000 долларов на выезд. И с каждым днем они росли полторы, две, три, четыре. Ну, я себе думаю, а выехать вроде можно, все нормально, я себе не парюсь, сижу. И когда я уже окончательно понял, я созвонился, у меня связи были, как и на той стороне, направо, как ты в видео говоришь, и налево связи тоже. Я всех обзвонил. Все сказали, что это не на неделю и не на год, а больше. Ну, очень с таким влиятельным людям пообщался. Я понял, что надо что-то предпринимать. И выкатился я на Молдову 8 марта. Четко 8 марта выезжал. Меня еще украинские таможенницы поздравляли. Я знакомым позвонил, меня переводили. И там были украинцы, пограничники женщины. Они мне цветы подарили, поздравили. Я говорю, давайте, хорошо, потом когда-нибудь разберемся. Я выехал на Молдову, догнал семью. Висел в Молдове сидеть, чухать в голову, что делать. Денег особо я насобирал. Ну, у меня двушка была с собой. Ну, максимум. Все. То, что вот было. Первая идея, что пришла в голову, думаю, посижу в Молдове, поеду в Европу. Чисто дальнобойщиком устроюсь, буду работать. И переждем год-два, но другого варианта нет. Все. Бизнес лопнул, деньги сгорели. Частично, что разбомбило, что не разбомбило. Выхода нет. Тут мне звонит родственница из Германии. Говорит, ты где? Я говорю, в Молдове сижу. Что делаешь? Ты ничего не делаешь. Голову чухаю, не знаю, что делать вообще. Война. Кто вообще мог подумать, что это будет первый раз такое слово в жизни, как звучало в моей жизни. Говорит, я в Германии, здесь хорошо. Ну, по жизни уже, ну, сказать еще правду, я до войны, я думал, если бы не было войны, где-то бы два года, мы бы уехали в Канаду. У меня были такие планы, уехать в Канаду. Там много тоже знакомых было у нас, у них все было хорошо, мне предлагали переехать в Канаду. Ну, а тут началась война. Ну, раз в Виннице мне позвонила, говорит, давай в Германию. Я говорю, что в Германии? Ну, тут пособие. Я говорю, что это за слово вообще такое, пособие? Она говорит, деньги тут дают, все дают. Я говорю, ну, спасибо, меня это не устраивает, не подходит. Работа есть какая-то? Да нет, тут же пособие дают. Я говорю, нет, все, до свидания. Мне надо что-то другое дома. Обзвонил в Молдове, у всех тоже знакомых. Какая-то работа, что-то есть. Говорит, а нет, 200-300 долларов зарплаты. Я говорю, а нет, это все, это все не то. Ну, и мы поехали в Германию. Тогда были бесплатные автобусы. Мы поехали, приезжаем. Под Кель. Мы приехали. Куча чемоданов у нас было, было с оба шесть чемоданов. Это единственное, что я с дома все успел. Шесть чемоданов вещей. Приезжаем мы в дом, дом квадратов где-то 200, и там живет 65 человек. И один душ-туалет на всех. Русскоязычная казашка нагребала беженцев. И у нас была кровать такая, два на два, и нас четыре. Нам дали колько места. Одна кухня, ну, частный дом. А устрои казарские не лопнуло харя? Ну, это мы, это потом, когда я твое видео смотрел, я вот по твоему видео начал пару моментов анализировать и реально здесь тоже я могу подтвердить, что специально город нагребал. Сейчас я расскажу, как нас город потом перекупил. Я приезжаю, 62 человека. Куча одесситов. Херсон был, Николаев. То есть, ну, особо тех, кого война на тот момент еще как бы сильно не тронула. Западенцев. Здесь западенцев много было. То есть, ну, реально тех, кто от войны еще тогда здесь не было. Те, кто конкретно напрямую, косвенно пострадал от войны. Одесситы на то время страдали, но не так сильно, как было на самом деле там. Я на это все смотрю, думаю, куда я попал? Что это вообще такое? Я дома не сидел. Я начал гулять. Все, мы приехали в Германию. Нам начали, пошел процесс документов. Это было 19 марта. Русская, казашская нас держала. Все, она говорит, еще люди едут. Я говорю, так куда? Душу гоните, зачем? Ну, мы уже были 62, мы приехали, у нас 4, 66. Еще 14 людей ехало, это, ну, и ихняя семья, 6 человек. Просто на головах, в одной комнате, там, по 20 человек, двухъярусные койки, как в казармах, вызвал. Я понимаю, что, да, принимать надо было, нельзя там людям отказывать. Но, это просто, и один душ на всех. И купаться можно было с 8 до 10 вечера. Вечером ночью купаться нельзя было. ладно, это все технические проблемы. Давайте делить дежурство по дому, давайте. Я засунул жену на кухню, она готовила кушать, надо было вставать в 4 утра, но на весь дом они втроем готовили кушать. Утром детям в школу, как бы такая вахта, кто кушать готовит, у нас было очень мало мужиков, на весь дом было 3 мужика, я и еще 2 парня. Ну, на нас такое повесили, там продукты привозили, надо было разгружать, это все саживать, подавать женщинам на кухню, там двор убирать, ну, чисто технически. Пошел процесс с документами, я дома не сидел, мне там это все так напрягало, очень много детей, шум, крик, сосредоточиться нельзя было, я не знал, что делать. И тут чудом у меня получается в этом городе, куда мы приехали, моих родителей, сын живет уже 5 год. Я его набрал, мы встретились, я говорю, скажи, что у меня в этом городе делать, есть ли работа, куда идти, что делать. Я ни языка не знаю, я даже еще город толком не знаю. Он говорит, ну, с работы тяжело без документов. Я говорю, давай по черному на первое время пока нет. Ну, я поговорю, спрошу. Ну, я пришел назад домой, смотрю на весь этот бред, что делать. Беру, открываю фейсбук, я пишу название своего города и слова добавляю, русский город, русскоязычный в городе. И пару групп нашел русскоязычных. И написал, ребята, я такой-то, такой-то приехал в город, познакомлюсь с русскоговорящими людьми для ознакомления города и что дальше делать. Очень много кто откликнулись. В основном здесь очень много казахов. Мы начали ездить на встречи, там они с семьями приезжали, мы с детьми гуляли. Мне рассказали все по городу, где что-то как устроено. Начал знакомиться с городом. И в один прекрасный день мне звонят, говорит, есть работа по черному настройку? На 4 дня. Я говорю, еду вообще без проблем. А деньги еще, которые привез, не трогал, вообще не трогал. Потому что я не знал, что дальше будет. Я заработал денег, у нас выходило при 90 евро в день. Нам платили, надо было гипсокартон носить и помогать установить. То есть это, можно сказать, моя первая такая черновая работа за последние лет, наверное, 15. Чтобы я гипсокартон носил где-то в Германии. Я это поносил, я понял, что это все реально какой-то сон. Нам очень быстро сделали документы, прописка была уже буквально в течение двух дней, банковские карточки, пошел на них заказ, их тоже быстро сделали, все. И тут я приехал с работы и просто объявление в автобусе висело. Я на переводчик его перевел, требуется водитель категории D. А у меня украинские права все категории, ну реально все, все, что там есть, у меня и не все. Я этот адрес, на следующий день еду на этот адрес, как объяснить, таксопарк, автобусный парк здесь по месту, по городу, проводил набор водителей для украинцев, открыли школу. И все, у кого есть категория D, на переобучение. Я туда, и 7 апреля у меня уже был подписан рабочий контракт с ним. Сразу. И полностью проплачено от города обучение на переобучение на немецкие права. Я домой говорю, а еще водителя нужны? Да. Я быстро смекнул, жену забарахло, туда же. У нас два рабочих контракта, у меня 7-го, у него 8-го числа было. Мы уже были трудоустроены, нам еще пособие не пришло, а мы уже были трудоустроены. Повезло это, или так получилось. Мы пришли, группа была уже 24 человека, все украинцы. С 24-х было 2 Одессита, 22 западные Украины, Черновцы, Ивано-Франковск, там с Мариуполя пацанчик был, Киев, группа 24 человека было. Учились мы год. Год мы просидели за партой, 4 часа в день был язык, 4 часа курсы по автошколе. Вот так вот повезло, мы отучились в год. Зарплата была 1650. Потом, когда пришло пособие, пособие на нашу семью было 1750. Ну, я его сразу вернул назад. Ну, я им отдал пособие, сказал, мне не надо, мы уже работаем, и все. У нас вот было 2 семьи зарплаты, то есть, но меня это все не устраивало, я до сих пор не понимал, что дальше делать. Мне на эту учебу ходим, зарплата идет, месяц проходит, второй проходит, я начал копить деньги. Ну, я взял телефонную книгу, я никогда в Европе не был, никогда. Ну, как в нормальной Одессе, всегда отдыхали Турция, Египет, в ту сторону. Я начал копить деньги, начал думать, ну, что можно придумать. Ну, естественно, как в голову что-то пришло, что-то надо копить. Ну, кроме как сигарет, больше на чем в голову не пришло. Я позвонил в Польшу знакомым, начал ездить по Польшу, брать дым и привозить сюда, перепродавать. То есть, ну, заработок пошел хороший, реально хороший. Ну, и дошел до того, что я поработал, и кончилось тем, что люди, которые были в округе, меня сдали, наши украинцы, потому что им было завидно, что полноценная семья, работает, зарплаты, плюс работаешь, хорошо еще подрабатываешь, пошла большая зависть, пошли палки в колеса, начали подкидывать. И этот. Мне пришлось вынужденно эту схему перепродать другому человеку. От этого просто иметь процент, потому что, ну, мне не дали работать. меня вот-вот уже крепко могли бы взять за этот, как говорится, за заднее место. Свои же. Причем те люди, которые покупали. В тот момент, когда она нагребла 70 людей, это Казахстан, резко явился город. Через два месяца. И отжал город людей у нее на себя. Готовых уже, с документами, со всеми. Нас расселили по всему городу, по каким-то общежитиям. Общежития, полулагеря, врачи полностью расселили. Они мотивировали тем, что мы живем в них в человеческих условиях. Мы вас забираем на человеческие. Ну, человеческие условия были какие? Офисное здание, телекомовское, выделили его. И вот кабинет сделали комнаты. Туалет в коридоре, умываться в коридоре, а душ на улице. И все. И вот так вот мы прожили два-три месяца уже. Работа была, зарплатные листы я получил. Я начал искать квартиру. Искал я квартиру и попутно думал, ну, сигареты у меня закончились. Я думаю, надо что-то, ну, что-то другое делать. А, пошли у нас проблемы с питанием. У жены там начали, что, ногти отпадать. Я по себе стал чувствовать, что кожа сухая. Неважно, начали себя чувствовать. Мы эту еду не могли кушать вообще. Тоже обзвонил знакомых. Мы уже начали ездить гусики с Украины, с Молдовы. Начали уже ездить на Германию сюда, прям под дом привозили. Я начал тащить сюда еду. Полностью все. Начинаю от сала, куры, брынза, мясо, колбаса. Все полностью. Все, и до сих пор мы возим это все с Украины, потому что нам эта еда не зашла и не заходит. Это дороже намного стоит. В полтора раза где-то, но по-другому у нас не получается. Кормить детей этой химией, ну, я не хотел. Начал возить эту еду. Начал возить еду. Так же самое украинцы начали палки в колеса оставлять, потому что думали, что я начал возить на перепродажу. А я возил просто себе. Начали сдавать тоже палки в колеса оставлять. Ну, тут уже не было за что как бы такого криминального. Они начали тоже просить им возить. Я говорю, я вам возить на город не хочу. Город отжал в казахске. Нам переделали всем документы и пошли поиски квартиры. А найти квартиру было очень тяжело, то что хочется. Дети уже в школу пошли в первый класс. Квартиру тяжело. Надо зарплатные листы, надо шуфа, надо куча непонятных слов, которые делать. То есть, никто не хочет давать квартиры нам. Здесь не хотел давать. Ну, зарплатные листы уже были там за 4 рабочих или 5 рабочих месяцев уже были. Зарплата была, каукцион был готовый. То есть, и просто повезло. Румынкова у нас, владелица квартиры. Мы с ней встретились. Она назначила термин. Нас посоветовали как рабочую семью, что мы независимы от города. Мы с ней встретились. Она говорит, если вечером будет каукцион и оплата за первый месяц, будет квартира. Если не будет, утром у меня есть кому их отдать. А у меня как получилось так, что именно в этот момент особо много денег не было. Но это было не проблема. Я пошел, одолжил людей, которые сидят на пособие. Они мне помогли. Знакомые, очень мои хорошие. И я к ней вечером опять подъехал, дал деньги. Утром уже был подписан контракт на квартиру. Мы дальше учились. Ждали выхода на работу. Пошли минусы. Что пошло? Пошло депрессия, одиночество. Пошло, ну вообще, депрессия полная пошла от этой погоды. Ты говоришь, как в кастрюле. Это вот здесь, я реально живу в таком городе, как в кастрюле. Здесь солнце раз в месяц видно. дожди регулярно, каждый день, через день, ночью, днем, постоянно дожди. Настроение, ну, если у тебя в голове нет настроения, то от погоды его здесь никогда не будет. Я увидел, ну, мы с женой сели на листочек и записали, что нам не нравится. Не нравится одиночество, не нравится то, не нравится это. Мы все минусы начали превращать в плюсы. Одиночество. Как мы можем исправить одиночество? Общаться. Общаться надо кого-то искать. Начали знакомиться с русскоязычными семьями, с нашего менталитета, с нашими интересами. То есть, ну, мы такая семья-то, можем на дискотеку сходить, можем в ресторан сходить, можем погулять, то есть, но активные, молодые. Начали искать все. Одиночество мы исправили. Депрессия прошла, мы комфорт тот, который получали в Одессе, плюс-минус начали себе возвращать назад. Еда. И вопрос с едой я закрыл полностью. Мы его решили. Жена, у нее там были какие-то проблемы с косметикой, она первое время не знала язык и не могла себе косметику какую-то подобрать. Тоже из Украины привозил. Тоже решили. Все минусы, которые коснулись моей семьи, мы записывали и мы их исправляли. Потому что назад дороги нет. ехать некуда. Туда, куда можно ехать не хочется. И мы полностью все минусы исправили. Денежные, документальные, все полностью. Работали, было тяжело. Я как будто начал придумывать какой-то маленький бизнес жене. Просчитал я лепку пельменей. Ей не понравилось. Рентабельность маленькая была. Начал, ну, ну, думать в сторону бизнеса. Думал, думал, ничего не придумал. Без языка здесь ничего не делаешь. Язык я реально не учил. Вот я просто его не учил. Вот вообще до сих пор для меня язык это далекое-далеко. Так как здесь было много женщин, все плакали за своими мужьями, сыновьями, у всех это было горе. У меня была возможность людей вывозить. потому что это все дело за деньги, но в Украине без денег ты никуда не выйдешь. Вариантов там бесплатно куда это перейти у меня не было. Я очень много помог людям, очень много благодарных, ну, и очень много кто потом пошел написал заявление в полицию на миграционную службу, у меня были проблемы, меня вызывали за, короче, у них эта статья как банда людей или что-то такого. Да, меня тоже поэтому сдали очень крепко, сдали. Это хорошо, что вовремя оказался у меня получилось телефон мой, который лично мой, я его успел выкинуть и взял с жены, у нас одинаковый телефон, и я, получается, с жены телефона попал в полицию. И вот это меня повезло, потому что в телефоне было все. Я узнал, кто потом сдал меня, реально узнал. Ну, а что я здесь могу сделать? Я ничего не могу сделать, ну, не общаться с этим человеком разве что и все. Ну, я продолжил свою деятельность, я вывел это и у меня это получалось. Я пошел, обошел все русскоговорящие, русскоговорящих людей, кто держит бизнес и спросил, кто вам нужен из рабочих. На СТО нужно было людям там два маляра, кому механики нужны были там по другим инстанциям другие. Я сказал, я могу вам предоставить этих людей. У меня есть много желающих в Украине, кто хочет выехать, но нет возможности, если вы им сразу сходу даете работу без способия, чтобы они сразу приехали и работали, я вам предоставлю людей. Все, мы договорились. Я начал напрямую звонить в Украину, где кого знал, искать людей под определенную работу, предлагать людям вариант выехать с тем расчетом, что они сразу должны устроиться на работу без способия, то есть напрямую. Людей это устраивало, у кого не было денег, у меня уже были средства, я мог помогать и около 100-150 человек на сегодняшний день. Люди очень благодарны, много семей здесь воссоединилось, кто сюда к нам приезжает до сих пор, кто по Европе придет себе в другие города, другие страны выбирать. И на протяжении двух лет уже, 2,2 месяца, два года, два месяца мы уже здесь. Я полностью здесь наладил жизнь. Да, не наш менталитет, очень тяжело. Опять вернулось с одиночеством почему-то. Я не могу его спать. Мне начало все раздражать. В семье мы, ну, было пару раз скандалей, я понял, что на семье зло нельзя помещать, как бы, была проблема во мне. Я ее исправил. И все, и мы живем счастливо, хорошо, без всяких проблем. И до сих пор нашу семью пытаются разбить. Изначально, как только мы приехали, первые полгода это было, все страдали, не только моя семья, все полноценные семьи, которые заехали, где муж, жена и дети, все женщины, которые здесь были сами, они всем портили семьи. Две семьи на моем счету, здесь которых я знаю, которые просто раскололи. Нормальные, хорошие семьи были, просто раскололи семьи. Слухами лезут к мужикам, особенно, кто работает, кто сидит на пособие, лезут к мужикам, и так вот семьи пораскалывались. Мы это выдержали, слава богу. У нас это коснулось, игре касается до сих пор. И те женщины, которые были одинокие здесь, их зависть вот так вот душило, и они просто специально, ну и специально, не специально, косвенно разбивали вот так вот семьи. Посидеть для меня это загадка была. Еще одна история интересная была, у нас парень учился с нами, он с западной Украины, они верующие, реально верующие, и у него так получилось, что дети, у них четверо детей, по-моему. А у нас на работе, который шеф главный был, нами заведовал, и у этого парня дети пошли в школу, учительница розовая, физруда, приходил на работу, кричал, психовал, говорит, я приехал в эту Германию, шеф у меня такой, детей учат, непонятно кто. Начал писать заявление в школу, чтобы поменять, а нельзя же напрямую написать, почему ты можешь поменять, ну и за какая тебе причина не устраивает, можешь конкретно написать. Год он не мог в школу поменять. Они знали, в чем причина, почему он хочет поменять, они его морочили до последнего, до тех пор, пока он просто не поменял жилье, чтобы подальше от школы находиться, тогда ты можешь поменять школу. И только тогда получилось. Он очень психовал, он год просто, он волосы себе на голове рвал, он не мог это пережить. Ну, за год он перевел детей в другую школу и вроде нормально все было. Дальше из таких моментов, что, ну, моих детей еще это пока не коснулось, но скоро коснется. Вот сейчас в четвертом классе у нас знакомых дети пошли, начинает. То есть, что это такое? Мы на сегодняшний день пока сами не знаем. Про это нельзя даже говорить тут, поэтому давай, я его избежу. Да, я понял. Расскажи, знаешь, что, как вам Германия? Зашла, не зашла? Если все закончится, вы планируете домой или все-таки останетесь? Нет, домой нельзя. У меня нет назад дороги, потому что я только заеду. У меня самое интересное, что я в жизни много чего решал, имел бизнес. А у меня до войны три года уже шли суды, меня подставили, я на взятки погорел, я давал взятку и меня на уголовную статью одели. И когда уехал я с Украины и перестал являться на суды, ну, у нас почти суды уже заканчивались, три года прошло, уже было все нормально. И я уехал, и меня кинули в розыск за неявку в суд. И пошли большие проблемы. Отвокат пытался потушить, ну, тушит на сегодняшний день этот пожар, но тяжело получается. Вернуться нет. Я не хочу в эту страну возвращаться. Страна меня очень сильно обидела. И на сегодняшний день вернуться в то, что там сейчас происходит, я не готов. Согласен. Вернуться я готов. Скорее всего, наверное, продать все, что там у меня осталось, собрать здесь скопленное, что я скопил. Ну, скорее всего, я бы, наверное, вернулся бы в Россию. Под Питер или в Москву куда-то, где больше было бы моих знакомых. В свой менталитет, там, где бизнес построен, как и в Украине, где менты, бандиты, и все решается. И так же сам он построен там. То есть я привык, я вырос в этой среде постоянно что-то в бизнесе решать. Потому что первый, один из бизнесов, которых я начал в 2012 году, ну, я слышал по твоим видам, что тоже чем-то там занимался. То есть мы начали с янтаря. То есть и... Это постоянно были решения вопросов. Это постоянно менты, это постоянно бандиты, это постоянно давание взяток. То есть все одесские бизнесы тоже на этом построены были. Надо кому-то что-то дать, дать, дать. Не дашь, не поедет. То есть если я буду возвращаться, то только ту страну, где я вырос и привык жить в этой среде. В этой среде здесь я бизнес не могу построить на честном слове. Но вообще в Германии можно вот так остаться жить? Что там? Вот к твоему мнению мне интересно. Если, как мы начали с ходу работать и понять для себя, что ты здесь раб и ты не имеешь права голоса и твое дело только работать, принять это душевно, да, можно. Если ты просидел, как вот многие здесь просидели уже два года на пособии, атрофировались и мозг отключился от добывания денег, я думаю, что им здесь место будет. Как бы не хотели бы стараться. Они, люди атрофировались, а вот все, кто сидят на пособии, они все атрофировались. Ты думаешь? Ну, мозг перестал думать. Я просто не общаюсь с ними. Ну, я окружен. На нашем городе около 60 только одесситов, да, вот, с которыми мы общаемся. Херсон, Мариуполь, ну, и сборная Сарянка всей Украины так же сам. А чем же они занимаются? Хорошо. Вот сидят на пособии, о бабках не думают, что они, в танчики играются или что? Сливу целый день бьют. На пособии? Да. Ну, ты меня извини на секундочку, вот, допустим, я тебя возьму. Женщины и пятеро детей. Первый год были пособия, я тебе сейчас скажу даже четко, четыре ребенка и мама, две восемьсот пятьдесят, пять детей и мама, три двести, три триста, что-то такое, трое детей и мама, это четыре, что-то около двум с половиной было вот такое вот. То есть, ну, это серьезные хорошие деньги, при том, что жилье бесплатное было. Тысяча на холодильник хватает с головой здесь цены, нормальный русский магазин. Короче, четыреста тысяч рублей они платят в рублях или гривну. Я вчера сделал даже видео про это, записал по поводу, что Германия самая лучшая страна для беженца. Вот оно сейчас вышло в 18.00. Самая лучшая страна, ну, действительно, ну, такие бабки, ну, ты что? Серьезные бабки. Надо рассказать еще один прикол. Мы, когда нас город забрал у казашки, расселил по общагам, мы уже работали. Еще пару людей тоже работал. Общага была детальщик 400. Все шло бы хорошо до тех пор, пока нам никто не сказал. Через полгода. Мы выехали уже, может, в квартире. Через полгода пришло письмо на пять с половиной тысяч евро заплатить за жилье. А люди, которые прожили в общаге больше года, и у них было по две комнаты, потому что были большие семьи, пять-четверо детей. У нас была одна комната, им давали по две комнаты. Двенадцать с половиной тысяч евро на оплату жилья, потому что вы работали, за то, что вы жилье надо оплатить. Я пришел, а почему сразу нельзя было сказать? Ну, мы не думали, вот такая вот ситуация, вот вы должны оплатить, потому что вы рабочие люди, были жилье вам бесплатно, в таком случае не предоставляется, вы должны оплатить. Я говорю, так вы сами людей загоняете на пособие. Ну, зачем вы так делаете? Вы сами, ну, я сейчас психану, скажу, что у меня денег нет, вернусь на пособие и скажу, я не буду денег не давать. Правильно? Логично же. Они мне посчитали, за полгода, мы в той общаге прожили, за полгода с одним, ну, одно пособие надо было вернуть еще, я от них отказался, но мне почему-то потом еще раз пришло пособие. И общага. Пять с половиной тысяч надо было вернуть. Я говорю, так вы меня специально вынуждены хотите вернуть на пособие. Я же пошел работать. Я с первых дней, я в Германии два года и два месяца, так получилось, что мы год проработали, уволились, пошли на другую фирму и жена не работала. Нам доплачивали там около 500 евро, два месяца. Но я маневрировал как можно лучше, чтобы только уйти. И у меня получилось через два месяца жена вышла на мини-джоб и мы мини-джобом перекрыли эту доплату и мы полностью, получается, с два года, два месяца, два года мы полностью независимым городом. И отдаем вот этот долг. И как решили этот вопрос? Благодаря некоторым моментам я в джобком тоже продавал сигареты русакам. И были хорошие знакомые и этот. Ну, как нехорошие знакомые, то есть я им очень хорошие махарчи поставил. Ну, и получилось так, что с 5500 мы сошлись на 2800. А, вы попали на бабки, короче, да? Да. Надо было вернуть за жилье, надо было вернуть. 2800, месяц мантулит семьи. Да. Хорошо. Утируются такие, что в джобцентре, что они там хорошо устроились. Какая у них зарплата? Какие там зарплаты, вот ты видишь? Я так тебе скажу, по зарплатам. На сегодняшний день 1800-2200 чистые. Неважно, кем ты работаешь. На заводе, на стройке, офисный ты какой-то работник, охранник, стоишь там с дверкой охранник, водитель такси, там, я единственное, не знаю до сих пор, сколько таксисты зарабатывают. Они как-то там по-своему химич. 1800-2200. Хорошие зарплаты у нас. Или сразу, кто там будет писать, пожалуйста, можешь скинуть моим телеграмм, я всем зарплатные листы, паспорт, листы покажу. Я зарабатываю 3500-3800 чистыми. Нифига себе, что ты делаешь? Водитель автобуса. Я знаю, что водитель автобуса 2500-2800. Нет, у нас зарплата 19 евро в час. 19? Да. 19 плюс надбавки за ночные линии, на выходные дни, когда выходишь работать, зарплата там, допустим, плюс 25, плюс 50 процентов. Инфляционные, считай, еще к зарплате добавляются 114 евро. Водитель автобуса здесь на ленивой ноге меньше трешки не заработает. Чистыми. В нашем городе. Я могу это все документально подтвердить вообще. Без проблем. Я вижу сотни комментариев. Захотят беженцы стать тоже сейчас водителями автобуса? Без проблем. Но только в нашем городе, чтобы сдать на права водителя автобуса с нуля. От 13 до 15 тысяч евро. И год учиться? За полгода уложишься. Не дешево. Нет, на сами права сдать не проблема. Это надо сдать на Б категорию, потом ты сдашь на Д. Теория на русском без проблем. Ты всю теорию сдаешь на русском. Экзамены вождения на немецком. Там надо 60 слов выучить. Это на категорию B. На категорию D там будет еще дополнительно профэкзамен. То есть вождение и техническая составляющая. То есть там надо будет немножко поговорить на немецком. У тебя спросят, допустим, заполни таху, покажи, где башмак лежит, где треугольник лежит, покажи, как открытие аварийной двери, покажи, где радиатор, покажи, ну это все будет на немецком. Ну и плюс, помимо этого, потом надо сдать это по-польскому, это как 95-й код, а тут он называется ИХК. Такая книжка, вот такая толстая, в ней 1200 вопросов, в каждом вопросе по 4 варианта ответа. Это технический язык, там слова, блин, открываешь книгу, там слово на полстраницы не прекращается. Вот это самое тяжелое сдать его. И все, и пожалуйста, ты водитель автобуса. Меньше трех, если ты будешь стараться, ну вот я стараюсь, я работаю, я стараюсь работать по максимуму. Я меньше трех с половиной за последний, и я отучился год, и уже год я за рулем. У меня ни одного зарплатного листа, не, один бру, я был в отпуске, у меня зарплатный лист был на 2900, потому что я был в отпуске. Я полмесяца работал, а пол нет. То есть у меня ни один зарплатный лист, меньше 3, 3 500. Мне постоянно какие-то казаки, узбеки пишут там, помогите переехать в Польшу, я хочу работать, я готов получать 1000 евро, боже мой, что там? У меня брат в Германии работает на фирме по фурам, Хигельман называется, там около 5-7 тысяч машин. Там они все работают, их так дурят, там пацаны, да, у них зарплата 2,5 тысячи на фурме. Ну они этих казаков, всех, кто и монголы, кто все приезжают, не афроамериканцы, они их, они реально там 1000 получают. И когда мы с ними разговаривали, ну что ты за эти деньги работаешь? А он говорит, а что, в моей стране ничего не зарабатывал, жил в каком-то шалаше, а тут он на новой фуре ездит, в кабине живет, у него все цивильно, и ему еще за это там деньги капают. И они готовы за эти деньги, они работают за них, потому что украинец умный, украинец тяжело надурить, он начинает сопротивляться, в агрессию кидает. А их дуришь, у них безвыходная ситуация, его завтра с работы выкинут, а ему идти некуда, и он готов за эту 1000 монтулить сутками. Вот в чем проблема. Не будем они говорить, скажи мне, а вот другие украинцы, ты знаешь, что нормально устроился там? Да, у нас группа была 24 человека, от всех прошло, осталось 15, 15 полноценных семей, все пацаны водителя, все, все пошли на водителя. Кроме них другие беженцы, которые ты видишь рядом. Семья одна есть, пацанчик на окнах работает, зарплата 1700-1800, содержит семью, своя квартира. Знакомая моя, очень хорошая, работает уборщицей, убирает на нашей фирме автобусы, я его к себе позвал, она моет эти автобусы, 1800, парень знакомый, механик, 2400, на СТО гайки крутит, это чистые уже деньги. Я понял. И мы все работаем у русскоязычных людей. У меня, допустим, директор немец, жена казахская, русскоязычная. Пацанчик на окнах работает, русак, чистый русак, держит оконную фирму, окна, знаете, заказывает, тащит со Львова, и тут ее в Германии ставит. Я прошлой зимой занялся этим, чуть-чуть по-черному, я в Львове заказывал, знакомых находил, зазор цены в три раза. Если во Львове ты берешь окно за тысячу, то здесь ты его за три продаж спокойно поставишь. Да, здесь окна очень дорогие. И все делалось и в Украине. Именно где наш работает, знакомый устанавливает окна, чувак тащит окна с Украины, сюда. До сих пор. Да, до сих пор все работает. Кто еще у нас работает? На стройке два человека работают. Максимум 200 получается. Бывает им шеф, там на субботу-воскресенье черную работу подкинут, там пацаны какую-то сотку заработают, и нормально. Все, кто пошли работать, не сдался назад, у всех все хорошо. У кого-то денег впритык, живут счастливо хватает, у кого-то денег чуть больше, живут тоже счастливо, позволяют чуть больше. У меня, допустим, очень много уходит на детей. У меня дети занимаются. Карате, гимнастика, большой теннис, шашки, шахмат, китайский, испанский, репетиторы по-немецкому. Я вваливаю в них столько денег, что у меня очень много на детей уходит. У кого дети никуда не ходят, у них больше денег остается. То есть, вот так вот. Из интересного, кто еще у нас на интересных работах работает? Все почему-то пытались по-черному. А, и когда я учился, я всех подтягивал. Ребята, идите. Я когда узнал, сколько стоит сдать здесь на права. А вообще немцы, когда наши права увидели, они не верили. Он смотрел на мои права, он говорит, ты с богатой семьей? Я говорю, с какой богатой семьей? Он говорит, ну ты знаешь, что в Германии такие права стоят? Я говорю, в Украине это раньше стоило ящик водки. Я ему много прикалываю. Я говорю, ну как это? Ну что-то мы сдавали, что-то покупали. Ну в Украине так. Он говорит, да нет, он мне как посчитал мои права в Германии, там ну считай, автобус тут 13-15 тысяч. На ЛКВ, на фуру сдать. Там тоже очень практически так же научиться. Б категория, мотоцикл и все остальные категории здесь это очень дорого. Переучиваться дешевле, если у тебя есть права с категориями переучиться, оно в разы дешевле. Если с нуляете, это космос. Это очень дорого. Ой, короче, понятненько. Сказать, что здесь плохо, ну ничего не сказать. Здесь как бы, ну не наше, оно все чужое, мы здесь никто. Но за счет того, что мы окружены пока, если нас не было бы здесь так много, я думаю, здесь бы никто бы не удержался. Даже бы этих денег, кто сидит на пособии, не хотел. Потому что даже моя семья окруженная. Зуб болит, доктор русскоговорящий. Голова болит, доктор русскоговорящий. Хирург русскоговорящий. Все врачи русскоговорящий. То есть окружили себя так русскоговорящим контингентом, что я не могу даже язык выучить. Потому что у меня все, везде, куда я не пойду, я могу это решить на своем языке, на котором я разговариваю. Дети, да, дети язык знают, они в школу ходят, у них все, они жена там учит, на Б1 вроде уже доходит. Им надо. То есть я, либо я работаю, либо я не работаю, тогда я созвучу учиться. Учиться, ну, свои года отсидеть 5 лет, я уже отсидел в свое время 5 лет в институте. Еще раз, я не хочу. И не факт, что мы здесь останемся. Еще не понятно, что мы все с просроченными обсвайсами. Их менять не хотят. Даже те, кто работают, я ходил в иммиграционную службу, они их не меняют. Даже за свои деньги. То есть, ну, все. Ну, единственное, последний раз, что сейчас было нормально, все подняли бабла на усиков, все поставили. Коэффициент был 2. Кто поставил, а кто сколько денег, ну, короче, все удвоились. Это вот тут, и тут Бухач был в городе, все отдыхали. Кто пособие там 500 поставил, косарь поднял, здесь столько радости у всех было, что там усик победил. Там усик не так радовался, как беженцы с Украины радовались. Последнее, что получилось, ну, из такого вот в городе, ну, веселье было. Плохо здесь, ну, я не скажу, что здесь хорошо. Ну, знаешь, как ту елку взяли, вот, высадили, корни отряхнули, приехали, пересадили, а оно не приживается. Детям, да, хорошо, детям все равно, хоть в Эфиопию и переедем будет хорошо, когда родители рядом идут, и их там в попке целуют, и им все хорошо. И кормят, и свечи стирают. А украинцы уникалы есть. Вот мы будем на днях записывать интервью с двумя мужиками с Мариуполя. Они в Скандинавии, в одной стране, захватили себе мусорку. Захватили мусорку, роются по той мусорке, ныряют прямо в те баки. Мусорка электроники. Понял? Забили себе квартиры и продают теперь. Чинят, продают, доработали денег. И стали богатыми. И с них голод, типа, бомжи мусорку захватили, а они стали богатые. Короче, будет скоро видео. Есть там уникалы какие-то? Есть такое. это что, бомжи, у меня был такой перевоз, был перепад с деньгами, очень серьезный. Я тебе скажу, я просто ходил в банки собирать, чтобы пойти там, ну, деньги были дома на еду, мне на сигареты, я не мог семью обделить, пойти себе сигареты купить. Я просто ходил, собирал банки, ну, даже не стыжусь этого, я тогда собирал банки, пошел сдал, взялся и там что-то себе говорит. Вообще не проблем. В Германии, ты знаешь, бархолки есть по выходным. Короче, ну, вот, они в мусорках роются, там бабло поднимают, а наши просто, это все на бархолках за копейки покупают, либо в Украину отправляют перепродавать, либо здесь на ebay перепродают. Ну, ладно, это если пошли, купили и все. А когда это давалось людям, бесплатно, я просто не участвовал в этих срачах, мне некогда было, у меня работа, мне какие-то темки придумать, заработать, что-то такое. Здесь столько драк на политической основе было. Здесь столько было, людям давали бесплатно, они просто это потом, оно им не надо было, они что-то другим дать. Ну, это дело лично каждого. Но те люди приняли это перепродавать. У нас же есть группы, которые, городская группа, где все друг друга знают. И они в эти группы выкидывают, мы же видим, кто кому что давали, мы же все, ну, как говорится, с одного, мы все одни были в одном месте. А эти люди просто потом своим же, то, что им дали бесплатно, своим же продают, там, я не знаю, ну, чтобы в голове цена была, то и поставили. Им пишут, типа, что вы делаете? Они говорят, не ваше дело, мы зарабатываем. То есть, ну, бреда такого хватало, но драки были. Один раз тоже участвовал в драке, никогда за политику ни с кем не разговаривал, вообще никогда, даже с женой за политику не развалил. И что-то чуть-чуть видно, уже тепленький был, что-то решил свое мнение высказать. И этот, и нас там много было, и как завязалось, и все, я с тех пор, все, не лез я туда, и не буду я туда. Не переубедить, все в бронепоезде, у каждого свое мнение, у каждого своя жизненная ситуация, у каждого, ну, что-то свое. То есть, ну, нельзя так, и до сих пор срутся, до сих пор. Единственное, что я сделал, один расход к нему, я всех-всех вот этих, плохое слово на П, я их всех выкурил. Я, опять же, говорю, я пошел в джобком, еще раз поставил один очень хороший могорыч, и мне просто сделали фотографии, заявлений, кто в джобком носит бумаги и стучит на своих. Я потом эти все заявления отфотографировал и выкинул в группу. Ты что? Я чуть-чуть на деньги попал, но ничего страшного, дело такое. Я, у нас мулька была, все, кто по-черному работали, их почему-то ловили за жопу. И я не мог понять, почему. Потом оказались в один прекрасный момент, с нужными людьми просто стояли разговаривать, он говорит, я вам сейчас расскажу, что, говорит, вас за жопу ловят. Он говорит, вас все, кто что дел, крутят, мутят, говорит, в джобком заявления лежат, все подробно пишут, что, где, когда, во сколько. Я под эту ноту с этим человеком поговорил, я говорю, ну, сделай доброе дело. Ты же знаешь наш менталитет, что таких людей надо. Я недолго думая, все в группу. Ты шо, ты шо, класс. И надпись написал, знаете, с кем вы живете и кушаете с одной тарелки. Класс. И удалился с той группы. И вот так вот, получилось вот такую схему промутить. И все. А там такой срать был потом в горе, ты себе просто не пришелся. Там в общаге драк было потом внемерено. После этих, ну, все выплыло, считай. Все всплыло. И там на разборке были в городе неделя. Город гудел просто. То есть было и такое. Да. Вот так вот сдают зависть. Ну, жаба. Как в Украине говорят, кто тебя не сдаст, как твой личный сосед? Нет хуже врага, чем сосед. Да, да. Ясно. Говорят, молодые. Хорошо. Спасибо, что уделил время, рассказал свою историю. Хочется уехать, хочется домой. Очень сильно хочется. Но в ту страну, которую сейчас превратили, наши же превратили, я думаю, что пока лучше тут. Да, надо ждать. Надо ждать. Год пройдет, два, пять пройдет. Ну, я думаю, что меньше пяти лет ничего не будет интересного. Позовем, увидим. Ладненько, добро. Все, давай, быть добру. Пока.